Доброе утро! В общем, солнце сегодня заливает в окна, на дворе весна, и после зимы, и целой серии у нас передачи о зимних видах спорта, и о подготовке Сочи к зимней Олимпиаде сегодня, в общем, выступаем местом теплу и летним видом. Я признаюсь, что снимала достаточно много соревнований, и, пожалуй, наверное, только на Формуле-1 не побывала, но сердце моё безраздельно отдано лёгкой атлетике. Почему-то каждый раз, когда я прихожу снимать именно соревнования по лёгкой атлетике, почему-то сердце, не знаю, трепещет и радуется. Не знаю, почему такая вот у меня светлая любовь именно к королеве спорта, наверное, именно потому, что она королева. В череде значимых событий, которых принимает наша страна в этом году, значится и чемпионат мира. Он пройдёт в Москве с 10 по 18 августа, и о том, каких звёзд на московской дорожке мы увидим, как готовится к этому старту российская сборная. Ну, в общем, всё, что касается королевы спорта, сегодня говорим в ближайшие 60 минут с президентом Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Валентином Блохничёвым. Валентин Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что мы не сможем избежать этой темы, и всё равно поговорим, коли она у нас всплыла. Не нашими усилиями, увы, это тема безопасности. Бостонский международный марафон, вот эта трагедия, которая произошла, я читала вчера ваши комментарии. Вы говорили о том, что будут какие-то предприниматься усиленные меры. Вот о чём конкретно мы можем говорить, что будет сделано, чтобы не произошло того, чего произошло в Америке? Ну, конечно же, трагическое событие, мы все соболезнули. Вчера огромные, большие соболезни приходили от всех федераций, я видел это в интернете. И большие соболезни от имени Международной Федерации. Конечно, потрясло всех это событие. Причём потрясло то, что спорт стал целью террористов, или группы людей, которые совершили теракт. Сейчас ещё не ясно, кто это люди. А тем не менее, это показало, что спорт незащищённый. Надо думать о том, как всё-таки мы будем, какие меры будем принимать на чемпионате мира в Москве. Это не моя юрисдикция, надо заниматься анализом этих вопросов. Есть силовые структуры, которые отвечают за обеспечение безопасности. Причём это три уровня, государственный, московский, собственно уровень безопасности самого стадиона, три периметра. И я убеждён в том, что наша служба безопасности выполнит свои задачи и обеспечит нужный уровень защиты. Но в данном случае выяснилось, что защищать надо в большей мере зрителей. И особенно в марафоне, где сам периметр охраны очень большой. И трудно представить, как можно вообще охранять такой огромный периметр безопасности. Но тем не менее, надо сделать всё, что необходимо. Я даже знаю, на что обратил внимание, что мы всегда относимся к этому вопросу очень спокойно, пока если что-то не произойдёт. Наверное, такое же спокойствие было у службы безопасности бостонского марафона. Потому что, собственно, сам ВИПовская зона, на которую продавались билеты, была защищена. Зона, в которой находились обычные зрители, была со свободным доступом. Надо контролировать и составляющую тоже. С другой стороны, надеюсь, что всё-таки у нас уровень террористической опасности ниже, чем США находится. Потому что США является целью террориста по многим-многим причинам, о которых вы знаете, что у нас будет всё намного лучше. Но мы должны изучить этот опыт, печальный опыт, и принять все меры, чтобы люди чувствовали себя безопасно здесь, в Москве. Я вчера смотрела сюжеты телевизионные, которые приходили из Бостона. Так вот, службы безопасности работали там от, в общем, наверное, заката до рассвета. В том числе и просматривали территорию с вертолётов, и проходили с собаками, и отцепление было полицейское, и через металлодетекторы люди проходили. Тем не менее, это случилось. Я понимаю, что это не ваша юрисдикция, но в связи с тем, что это было, какие-то особенные меры будут приниматься. Понятно, что они и так наверняка прорабатывались, и не так прописаны в регламенте, и требования всегда эти соблюдаются. Но что-то особенное будет? Я думаю, что надо обратить, я повторю ещё раз, на ту часть, которая не защищена. Зона доступа, свободная зона доступа зрителей. Причём надо думать не только об этой зоне доступа на чемпионате мира. В Москве надо думать о зоне доступа на университете и на Олимпиаде тоже. Вчера было сделано заявление о том, что проработаны все миры безопасности. Однако, я повторю ещё раз, что когда возникает чувство успокоённости, успокоения, обычно происходят такие трагические события. Надо продумать всё до конца, и новый фактор, незапрограммированный фактор, он сработал в этот раз. Террористы смогли попасть в эту зону, где нанесли достаточно значительный ущерб. Больше, если бы применялись более современные, наверное, взрывные устройства, зона поражения была бы больше. Сковородки, говорят, там использовали террористы. Да, скороварки. Давайте немножко отойдём от этой темы. Я очень надеюсь, что у нас этого не будет, и я очень надеюсь, что всё, что от нас зависит, как от страны-организатора, всё будет сделано на привлечение всё-таки повышенных сил, полицейских, военных. И, в общем, давайте перейдём к спортивной составляющей. Мне кажется, это для нас такое очень интересное и волнительное для меня, потому что впервые за много лет, если не вообще впервые в истории, мы принимаем открытые, да? Да, впервые, после Олимпиады, столько времени, опять же. Давайте напомним, что у нас работает телефон студии 6510996, код города 495. Вы можете писать на сайт Финам.фм, на страничку программы на своём поле. И, собственно, буквально перед тем, как мы начнём развернуто отвечать на вопросы, у меня к вам вот блиц такой небольшой. Для вас это адский тяжёлый труд быть организатором Чемпионата мира, или это почётно в первую очередь? Ну, во-первых, это почётно, конечно, но дело в том, что этот труд лежит не только на моих плечах, он лежит на плечах многих людей, с которыми мы вместе работаем. И это правительство Москвы, Российской Федерации, это руководители Москвы, руководители страны, Министерство спорта, Департамент физкультуры спорта, и, конечно же, наш партнёр, главная дирекция спорта, который делает огромную работу. Ну, и сама Федерация, конечно, напрягается для нас задачей, которая решается очень в тяжёлой большой работе ежедневно. И есть проблемы, есть нерешённые вопросы, но всегда мы находим их в это положение. Второй вопрос. Трибуны будут заполнены на стадионе во время соревнований? При всём том, что это королева, как ни прискорбно говорить, футбол привлекает иногда чаще и больше зрителей. Ну, я надеюсь, что придут зрители, потому что придут звёзды. Практически нет ни одного спортсмена, который сказал, я не хочу ехать в Москву или не готовлюсь к Москве. Хорошо, тогда сразу назовите три самых ярких легкоатлетических имени, ради которого я должна бросить всё. Ну, я, в общем, да, говорю и прийти на стадион. Ну, наверное, Усейн Болт. Усейн Болт? Да, это один в трёх лицах, потому что он будет бежать три дистанции. Ну, конечно, наши спортсмены, особенно Аня Чичерова, Лена Исимбаева. Я думаю, много интересных звёзд будет здесь, и люди смогут живьём увидеть спортсменных выступлений. Потому что одно дело телевидение, другое дело быть в этот момент на стадионе, это исторический момент, и это запоминается на всю жизнь. Валентин Васильевич, мы увидим в Москве мировые рекорды. Вы знаете, всё для этого сделано. Вот, и даже АФ стимулирует, по-моему, 50 тысячами долларов в ставлении мирового рекорда в Москве, поэтому всё зависит от спортсменов и, наверное, от погодных условий. Однако август месяц достаточно хороший для нас, и я думаю, что всё будет нормально. И я ожидаю мирового рекорда. Наверное, спрашивайте, на какой дистанции. Ну, нет, не буду спрашивать. Какие дисциплины? Трудно предсказать. Я не буду спрашивать, потому что тема «Хорошая лёгкая атлетика», вот мне кажется, она как хорошее литературное произведение, но не очень большое, где в течение короткого времени есть завязка, совершенно потрясающая кульминация, и развязка, когда спортсмен либо празднует, либо, увы, вот проливает слёзы. Потому что к этой дисциплине, там, я не знаю, к забегу на 100 метров готовиться можно 4 года, это занимает меньше 10 секунд, и ты получаешь такое эмоциональное напряжение и разрядку, что вот, наверное, именно за это любят лёгкую атлетику. Да, но вы забывайте, что то, что вы рассказываете, это судьба спортсмена, скажем, 9 секунд бега, и мировой рекорд болта получается. Четыре года подготовки перед Олимпиодой и ещё лет 15 за кадром. Всё это кажется на телевидении таким коротким и простым, потому что есть повторы, есть другие виды. Но когда человек приходит на стадион, должен сидеть там 4 часа, чтобы всё это увидеть. И он должен иметь определённое мужество и любить лёгкую атлетику, чтобы находиться там так долго. Поэтому вы спрашивали о зрителях. Я надеюсь, что будут зрители. Но есть специальная программа города Москвы, которая привлекает детей и подростков к осмотрению этих мероприятий. Надеюсь, что стадион будет полон или по меньшей мере будет заполнен почти полностью. А сколько вмещают? В Лужниках же будет, правильно? Там же реконструкция сейчас под чемпионат мира. Нет, она не началась, начнётся после чемпионата мира по лёгкой атлетике. Но вместимость зрительских трибун примерно 40 тысяч зрителей ежедневно. А если сравнивать, например, с чемпионатами мира, которые были 2-3 года назад, это сопоставимые цифры или у нас меньше? Да, конечно. Нет, такие же цифры. Дело в том, что все стадионы последних лет, это Дегу, Южная Корея, Берлин. Это примерно такая же вместимость стадиона. И была проделана огромная работа. Если в Германии, в Берлине пришли действительно любители лёгкой атлетики, много людей приехало из соседних стран, потому что у них было проблем визы. А то в Дегу в основном присутствовала молодёжь, учащиеся любители лёгкой атлетики. Это была молодёжная аудитория, молодёжная тусовка. У нас, я думаю, будет баланс, потому что огромный интерес продвигает территорию Российской Федерации любителей лёгкой атлетики, которые хотят приехать сюда. Но сталкиваются, конечно, с проблемой, финансовой проблемой. Стоимость проживания в Москве в это время достаточно высока. Поэтому мы ищем возможность найти для них по цене удобные отели, недалеко расположенные от Лужников, что очень сложно в Москве. Ну, понятно, это, в общем, достаточный центр города. То есть много проблем. Я знаю, есть такая практика, выступает, например, от региона какой-то спортсмен, ну, например, я не знаю, там, в Десятиборье, и на два дня привозят в автобусах поболеть за своего спортсмена, и тут же обратно уезжают. То есть они не остаются на всю программу чемпионата. Маташа, вы все рассказываете, все действительно должно быть так, и может быть так. Ну, представьте себе автобус, проживание, питание. Я так ездила просто, я знаю. Да, очень сложно все это представить. У нас в целом вот эта система обеспечения спортивных туристов, желающих посмотреть, даже в Российской Федерации не разработана до конца, у них нет помощников, которые могли работать. Не очень интересная группа людей, которые не много платят за проезд, не могут много платить за проживание, за питание, поэтому это бюджетная такая группа. Вот надо для них найти повод и способ обеспечить их пребывание. Тогда они будут приезжать, потому что субъекты Российской Федерации знают, любят спорт больше, чем в Москве. Оставайтесь вместе с нами, продолжим через две минуты. Сегодня обсуждаем предстоящий в августе чемпионат мира по легкой атлетике в Москве. Сегодня у нас в гостях президент Российской Федерации легкой атлетики Валентин Блохничев. У нас телефон в студии работает, если есть вопросы, их можно задавать. Если есть такое желание, можно воспользоваться современными средствами и написать какие-то комментарии или задать вопрос нашему гостю на сайте Финам.фм на страничке программы на своем поле. Лизин Васильевич, наверное, основная проблема, которая стоит перед вами, как перед организатором, это подготовка все-таки стадиона и, в первую очередь, хороших беговых дорожек. Что делается в этом направлении, когда они будут укладываться, готов ли вообще стадион и в каком состоянии он будет? Практически все уже закончено. Еще в прошлом году 90% стадиона был готов. Уложены дорожки, те, которые лежали в Лондоне. А что за дорожки? Что за покрытие? Это Монда. Компания является партнером международной федерацией легкой атлетики. На всех крупных мероприятиях преимущественно эта компания укладывает спортивное покрытие. Но нас ждет переди реконструкция еще основного футбольного поля. Потому что там лежит синтетика, и она заменит на естественный покров. Но это делается не только для нас, делается для Кубка мира по регби 7, который пройдет в конце июня, в июле месяце. А сочетается покрытие для регби и для легкой атлетики? То же самое, естественное покрытие. Единственная проблема, которая возникает, как это поле будет выглядеть после финала. Ну, в общем, да, мужчин-то серьезные, крупные. Но это не только лужники, это еще три стадиона лужника, которые тоже реконструированы, фактически готовы принять наших спортсменов. То есть не стыдно будет привести Усейна Борта? Уровень мировой. Если показать вам картинку, то, конечно, она впечатляющая. Голубые дорожки, ярко-красные сидения. Оранжевое сидение и ярко-зеленое поле. Фантастическое сочетание цветов. Картинка будет в том числе и телевизионная. Слишком хорошая. Я думаю, да, потому что с нами будет работать международная компания EPC. Она является ходбаткастером. Будет производить сигнал с помощью ВГТРК. Они будут работать вместе. Это компания, которая имеет огромный опыт показа всех мировых соревнований по легкой атлетике. То есть мы будем возможность иметь, если ты не попал на стадион, все-таки смотреть все соревнования? Или только как обычная финальная часть? Я думаю, что мы вообще запретим показ по телевидению. Да ладно. Для того, чтобы мы пришли на стадион. А если я живу в Хабаровске, и у меня поехал какой-то мой любимый спортсмен? Конечно. К сожалению. Мы выбиваем огромную группу людей, которые хотели бы... Могли бы посмотреть живьем, потому что показываем по телевидению. Но есть баланс интересов. Потому что телевидение дает основной приток спонсорских средств. Потому что спонсоры идут тогда, когда идет телепрограмма, когда смотрят такой чемпионат про легкой атлетики. По нашим расчетам, будет стоить около 5 миллиардов телезрителей в течение 9 дней соревнований. Я где-то прочла, я уже не помню, на каком портале, под заголовком, что Валентин Блокничев противник спортивных трансляций по легкой атлетике. Что-то такое было прямо вот очень громкое. Я понимаю вашу позицию и понимаю, что вам хочется, чтобы люди приходили на стадион. Или вы действительно прям вот против? Или это вот журналисты гиперболизировали? а вы вытаскиваете с контекста информацию. Нет, нет, не вытаскиваю, просто вот мне интересно. Нет, нет, естественно, я не против, потому что это наш хлеб насущный. Я за трансляцию, но я, наверное, за то, чтобы все виды спорта, не только легкой атлетикой, имели возможность быть показан на российском телевидении. Что мне было так все это за... Сложно попасть туда. Да, но у нас хорошее отношение с ВГТРК, и легкая атлетика показывает, как зимой, так и летом. Русская зима, зимой, знаменский летом. Также чемпионат Российской Федерации будет показан. Кстати, чемпионат в этом году пройдет в Лужниках. Он пройдет за две недели до начала чемпиата мира и будет тестовым соревнованием. А он будет отборочным или просто тестовым? Он будет отборочным. По два спортсмена будут отобраны на этих соревнованиях. Третий будет включен по итогам выступления на универсиаде, что тоже очень важно для нас. А также попадут еще люди, которые имеют вайлдкар. То есть свободный доступ, заняв первое место на чемпиата мира в 2011 году или победив в прошлом году на бриллиантовой лиге. Вы говорите о том, что нужны люди, и я вас целиком поддерживаю, на стадионах. Что делается для того, чтобы рекламировать это мероприятие? Просто в череде других событий, мне кажется, иногда про чемпионат мира по легкой атлетике забывают. Говорят про Сочи, говорят про Казань, говорят про футбол. Легкая атлетика вспоминается иногда. Вот что нужно сделать или что уже делается для того, чтобы люди знали, да, будет Болт, да, будет Чичерова, да, будет Сильнов Ухов, не знаю, все кто угодно, мировые звезды. Есть промоционная программа, она финансируется и делаются необходимые шаги, чтобы промоцировать. Ну, в частности, мы с вами этим и занимаемся, не я занимаюсь, поэтому спасибо большое за приглашение прийти, чтобы рассказать о чемпиете мира и пригласить любителей легкой атлетики на стадион. Мы говорим о телевидении, средствах массовой информации, проведении отдельных мероприятий. Я, например, был в Сочи на конгрессе Ассоциации международной прессы, и там мой доклад был связан именно с промоцией и представлением, как будет проходить, как будет обеспечена работа журналистов, чтобы привлечь их сюда все-таки. Все приедут около 5 тысяч журналистов. Это очень огромная группа людей, которые трудно всех обеспечить, но мы должны сделать все возможное для них, потому что итогом будет то, что они напишут о нас в прессе, и это будет главным итогом. Даже не то, что будет происходить на стадионе, но этого не хватает. Все-таки у нас, в нашем бюджете промоцированная часть, она намного меньше, чем это требуется, чем это обычно предлагается другими организаторами соревнований крупных за рубежом. Поэтому необходимо увеличить долю инвестиций в промоцию, потому что она позволяет потом вернуть в итоге деньги. Потому что при большом бюджете Москвы, чемпионата мира Москвы, как ни парадоксально, сейчас денег возвращается в бюджет, просто никто об этом не знает, никто не задумывается об этом в виде налогов, в виде привлечения в Москву желающих посетить чемпионат мира, который находится в течение 10 дней минимум здесь, и тратит каждый день по 300-400 евро. Да, Москва не самый дешевый город. Я подсчитал примерно этот приток, получается, что при расходах около 100 миллионов долларов на чемпионат, 50 примерно, процентов возвращается в виде различных налогов, и люди привозят деньги в Москву. Это хорошая цифра? Эта цифра, она неплохая, но надо более активно пропагандировать, чтобы привлекать зарубежных туристов сюда на легкую атлетику. Я говорил о возврате, о реинвестициях в Москву, в случае, если около 10 тысяч зарубежных гостей приедут в Москву, но могу сказать, возвращаясь к марафону, потому что, в принципе, марафоны генерируют инвестиции в структуру города в размере 300 миллионов долларов только за один день соревнований. Ничего себе! Да, это огромная сумма денег. Это рассчитано не нами, это рассчитано серьезными институтами, которые занимались по поручению организаторов соревнований, расчетом экономической составляющей, марафоны, в частности. И поэтому, если говорить о крупных мероприятиях, они должны стать прибыльными, обязательно прибыльными, но для этого надо потратить деньги. Нельзя получить прибыль, не расходовая средства. Промоция один из тех механизмов, который плохо используется у нас, но который может вернуть деньги. Смотрите, Валентин Васильевич, я, к сожалению, не знаю эту схему. Я знаю, как выбирают, например, хозяйку чемпионата мира по футболу, как выбирают хозяйку универсиады или олимпиады. Как это происходит в легкой атлетике? Вы сами подаете заявку и соревнуетесь с какими-то городами, или назначается международной федерацией из числа желающих город, который будет принимать. Наташа, а вот я не знаю, как проходят выборы города по футболу, даже по олимпийским играм. Это политика, понимаете? Если говорить о технологии, то собирается совет, на совете показывается, идет презентация города, и совет голосует тайно, выбирает тот или другой город. Но до этого проводится огромная работа с членами совета. И федерация предлагает и города-организаторы свои преимущества, какие-то дополнительные инициативы. Вам легко было выиграть право проведения? Это был двухтуровый вариант. Это было в Мамбасе в марте месяце 2007 года. Три страны претендовало на чемпионат мира 2011 года. И это было Дегу, Брисбин, Австралия и Москва. И в первом туре шло голосование именно за 2011 год. Мы боролись за 2011 год. И мы проиграли Дегу. Дегу победил. В силу разных многих причин. Потому что они раньше начали этот конкурс. Они вложили больше средств. Они больше обещали. И вот в итоге, понимая, что осталось еще два неплохих претендента, Москва особенно, и Брисбин, совет принял решение. Давайте проголосуем за город 2013 года. И выиграла Москва. Мы перешли непосредственно к 2013 году и мы победили. Я не могу сейчас вспомнить, какой был счет, но он был в нашу пользу. И мы получили и расстроились, потому что мы проголосили 2011 год. Но как показалось, показали события, что, конечно, нам было просто даровано еще два года работы на чемпионатах мира. Иначе мы были в очень тяжелом положении в 2011 году. А московские власти легко пошли на такую, в общем, достаточно сложную организационную работу? Одно дело выиграть и порадоваться этому, другое дело, когда ты сталкиваешься с просто бездной проблем. Это и финансирование, это и подготовка инфраструктуры, это и размещение. То, о чем мы с вами говорили, только, наверное, помноженное на сто. Да, ну, я хотел бы сказать, что если сейчас бы мне предложили, я бы, наверное, отказался. Вы не представляли, какой объем работы? Даже, наверное, как и город Москва. Но тогда было даны определенные гарантии, финансовые гарантии в достаточно большом размере 60 миллионов долларов. Уже тогда были гарантированы телевизионный показ, безопасность, размещение, стадион, инфраструктура, поддержка правительства Российской Федерации была тогда на нам. Много было обещано, и эти обещания сейчас выполняются. Конечно же, трудно, но мы должны учиться, проводить чемпионаты мира. К сожалению, наверное, чемпионат мира придет в Российскую Федерацию не скоро, но это хороший повод для того, чтобы подумать о будущем, о наших потомках, и говорить о том, что мы будем иметь преимущество перед другими странами, если мы пройдем чемпионат мира в Москве, а именно, с точки зрения нашей возможной будущим, будущего желания бороться за Олимпийские игры летние в Москве. А опыт, который был у вас при проведении зимнего чемпионата мира, вы использовали, или это совершенно два разных мероприятия и, собственно, одно с другим никак не карьера. Да, мы использовали опыт, мы повторили опыт нашего подготовки, используя структуру Москвы. Я говорил о дирекции спортивных и личных программах. Она была задействована тогда, в шестом году, задействована сейчас. Но по меньшей мере, мы понимали, с чем мы столкнемся, потому что тот опыт имел такой положительный оттенок, но были негативные моменты, связанные с посещением зрителей, скажем, первый день был полупустой стадион, если даже не на дун, три заполнены. И мы тогда уже понимали, и председатель Москва тоже понимал, что необходимо создавать некоторые программы, чтобы детей привлекать, чтобы стадион был полным. От этого зависит все. Понимаете, ведь присутствие зрителей не только показывает заинтересованность в этом виде спорта, но создает прекрасную картинку и эмоции, которые испытывают спортсмены. И они же не могут соревноваться при пустых трибунах. Это очень важный элемент. Он незаменим ничем. Его ничем нельзя заменить. Не мне вам рассказывать, что спортсмены, сами выходя в сектор, требуют иногда, ну или просят поддержки для того, чтобы аплодисментами ритм задать. То, что не чувствуется на телевидении, поэтому приглашаю всех любителей легкой атлетики прийти на стадион. Давайте такой вопрос вам зададим, мы услышим честный ответ. Цена вопроса. Для того, чтобы мне попасть на стадион на финальную часть соревнований, не на предварительные, там какие-то отборочные, а вот непосредственно уже финалы. Стоимость? Да. Надо зайти на сайт, который... Там уже все есть. Там все написано. И могу сказать, что билеты недорогие, если вы купите сейчас, потом просто их может не быть. Порядок цен. Вы знаете, я думаю, что порядок цен на билеты составляют где-то от 150 до 600 рублей. Да ладно? Порядок цен. Да, но потому что сейчас не поступили продажи в зону ВИП. Мы постараемся продать позже, потому что желающих попасть в эту зону очень много. Мы хотим сохранить эти места для многих делегаций, которые собираются приехать к нам сюда и которые, конечно, потребуют от нас расположение в этой зоне. Слушайте, ну 150 рублей и даже 600 за то, чтобы увидеть лучших из лучших и, в общем, это вполне адекватные цены. Давайте мы тему спортивную, сейчас мы про организационную так или иначе поговорили, тему спортивную обязательно с вами продолжим. Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Напомню, у нас в гостях президент Российской Федерации Легкой Атлетики Валентин Блохничев обсуждаем предстоящий чемпионат мира в Москве. Возвращаемся в студию. У нас сегодня утро среды, как обычно, спортивное. Сегодня королева спорта у нас в эфире властвует. Мы обсуждаем и говорим о том, что мы увидим в качестве болельщиков, зрителей на чемпионате мира по легкой атлетике. Он стартует 10 августа в Москве. Говорим с президентом Всероссийской Федерации Валентином Блохничевым. Мы много поговорили про организационную часть. Хочется, Валентин Васильевич про спортивные. Хочется у вас узнать, готовится ли церемония открытия, например. Я знаю, что вы ожидаете в том числе и президента России, и президента МОК. Есть такое? То есть, это будет какой-то такой вот праздник-праздник? Да, конечно, ожидается присутствие президента, потому что традиция всех крупных мероприятий это почетное право президента страны открыть соревнования. Мы ожидаем, что будет приглашение посла на Международные Федерации и легкой атлетики в адрес президента, и ожидаем, что будет и премьер. По традиции главы государства и правительство находятся на стадионе, и учитывая то, что при этом очень большое количество почетных гостей, и не только по линии Международной Федерации, но и по линии МОК, это присутствие очень важно для нас, потому что показывает авторитет спорта, и там решаются многие политические вопросы в таких прямых встречах. Я надеюсь, что будет президент, это очень многое зависит, понимаете, в целом это, наверное, по минимуму 50% успеха всего мероприятия, будет президент или нет, но я надеюсь, будет. Владимир Владимирович любит спорт. То, что кажется, церемония открытия, она находится в работе, примерно концепция известна, она будет проходить на стадионе непосредственно в первый день соревнований, до начала программы, или нет, по окончанию программы в вечернее время, будет много очень интересных сюрпризов, ну и не думаю, что она будет напоминать церемонию открытия или закрытия Олимпиады в Москве. Но это через чур, мне кажется, зачем? Да, но она будет компактна, она пройдет в течение часа-полутора часов. Это тоже на ваших плечах? Нет, понимаете, опять же, давайте изменим делать, человек, который делает все, понимаете? я не имею в виду на вас конкретно, на федерации. На плечах уркомитета, куда входят и федерации, многие-многие структуры, это наша общая совместная работа, но, конечно, это силы, творческие силы города Москвы. Я хочу теперь, можно немножечко пройтись по личностям. Я прочла заявление небезызвестного товарища Оскара Писториуса о том, что он собирается в столицу. Вы ждете его в Москве? Мы ждем, если он будет готов выступать, если он позволит его расследование его дела. Вы как-то не осуждаете, я так понимаю, или вы не имеете права? Вы знаете, я не знаю, за что его пока есть осуждать. Эмоции, конечно, плохие по поводу этого события, если принять его вину. Но давайте решить суду, виноват или не виноват, а понимать, что это трагедия для него, что это необычное. Просто, знаете, с какой точки зрения, что тень на всю легкую атлетику не бросает вот этот эпизод? А на паралимпийское движение не бросает? Бросает, конечно. Больше меры на паралимпийское. Но дело в том, что один человек не может испортить впечатление о всей системе, о всем спорте. Это отдельное явление не происходит постоянно на жизнь, негативное явление. Он тоже не портит полностью имя Российской Федерации, если у нас происходят какие-то страшные убийства. Трагедия, которая произошла в США, в большей мере привлекла, может быть, к США внимание, Бостон я имею в виду. И это же не напугало любителей легкой атлетики. Мне кажется, что надо к этому относиться по-человечески. Надо дать возможность человеку оправдаться, я имею в виду Писторию, в случае. Потом самому решать вопрос в вашей душе, виноват он или нет, и его осуждать. Но он имеет право выступать, если он не осужден, он будет выступать. Я надеюсь, что наши зрители несутся к нему благосклонны. Я хочу задать, я понимаю, что уже много по этому поводу было экспертных мнений. Мне интересно ваше мнение, может ли спортсмен вот с такими протезами, как Писторию, сныря вне соревноваться с людьми, у которых вот от природы такие физические данные есть? Знаете, я знаю историю, которая произошла, когда эти протезы принимались между федерацией легкой атлетики, рассматривались сегодня. Я была полностью убежден в том, что эти протезы дают преимущество спортсменам, даже инвалидам, над обычными людьми. И даже сам изобретатель этих протезов тоже был убежден. Однако, к сожалению для нас, моя федерация построила очень плохо защиту в кассе своих интересов. И мы проиграли. А решение касс является окончательным. Мы до сих пор убеждены, что эти протезы дают преимущество определенных людей. Неправильное преимущество, нечестное преимущество, но мы ничего уже не можем сделать, поэтому надо принимать, как оно есть. Политкорректные у нас люди в федерации. Все, конечно, я думаю, ждут того самого противостояния, которое напрашивается само собой в секторе для прыжков в высоту. Это Иван Ухов, Андрей Сильнов. Что скажете относительно вот этой борьбы, потому что, мне кажется, это такое вот украшение любого легкоатлетического турнира, не говоря уже о чемпионате мира. Вы знаете, это зависит от здоровья Сильнова, Андрей. он перенес несколько операций, последняя была осенью прошлого года, он сейчас тренируется, но я думаю, что после пропущенных сезонов, после удачи на Олимпиаде в Лондоне, это проблематично видеть именно это соперничество. Будет кровидеть, но я буду очень рад и счастлив, потому что я очень уважаю Андрея как спортсмена и как человека. И это для него будет огромный вызов все-таки выйти на дорожку, прыгать и соревноваться на высотах больше, чем 2.35, потому что только там будут решаться все вопросы. Поэтому хотел бы видеть такое соперничество Вани Ухова с каким-то российским спортсменом за первое место на чемпионате мира Москвы. Но предполагаете, что скорее всего будут какие-то иностранные вмешательства в нашу российскую борьбу? Кого видишь конкурентом? Развивается из Катара спортсмен Баршим. Я думаю, что он очень силен сейчас. Он показал это зимой в зимнем сезоне. Он неплохо начал в этот сезон. Это очень молодой талантливый спортсмен. Я думаю, что будет очень сильное соперничество между нашими лидерами и лидерами других стран. А Ухов хорош сейчас? В хорошей форме? сейчас тренировка идет. Сейчас трудно сказать хорош или плох. Важно, что то, что мне сказал сегодня Евгений Загорулько, что тренировка идет. Ой, извините, Сергей Клюин, тренировка идет согласно плану, но посмотрим. Давайте люди начнут выступать и мы поймем, как прошел сезон подготовительный, как они себя чувствуют. А многие спортсмены говорят о том, что для них это главный старт или нацеленный, может быть, кто-то на коммерческие старты типа бриллиантовой лиги или все-таки чемпионат мира это то, к чему готовятся и на пик формы выходят именно в августе для мира. Вы знаете, я хочу этот вопрос более широко, потому что те случаи, которые имели место быть в прошлом тысячелетии, перебор коммерческих стартов был определен финансовой системой российского спорта, где небольшие заработные платы, отсутствие призовых на наших соревнованиях толкали спортсмены участвовать подряд в этих соревнованиях даже за небольшие деньги. У нас была огромная проблема сказать, ребятам, остановитесь, у нас чемпионат мира или чемпионат Европы, давайте, или даже олимпиады, давайте подготовимся. Они говорили, нет, вернее, они молчали, но я понял, что они говорят, нет, у нас есть наши обязательства перед семьями, мы должны заработать денег, да, и тяжелая была ситуация, но после 2000 года ситуация резко изменилась, особенно изменилась последние 3-4 года, мотивация финансовая выросла, спортсмены полностью находятся на обеспечении, тренеры на обеспечении государства, получают заработную плату, введена была в строй, президентскую стипендию начали выплачивать, немаловажно, достаточно большая сумма, когда она была выплачена в первое время, это всем олимпийским чемпионам пожизненно, экспортсменам, которые входили в список по определенным критериям, это 32 тысячи рублей сейчас выплачивается, плюс заработная плата, плюс помощь на местах, плюс социальная защита, и ребята, вот исходя из этой финансовой ситуации, которая сложилась в спорт в настоящее время, очень тщательно подходят к выбору соревнований, для них главным стартом является главный старт, спортивный старт сезона, а коммерческий старт является второстепенным, то есть у нас сейчас нет проблем, мы не беспокоимся, мы не заставляем никого не выступать, они планируют сами свои выступления в международном календаре, чтобы быть готовы к главному старту сезона, причем не только к главному, но даже к нашим отборочным соревнованиям, которые у нас являет чемпионат Российской Федерации. То есть мы там тоже сможем кого-то увидеть из звезд с мировым именем? Конечно же, они рождаются оттуда, понимаете, потому что мы смогли через командный принцип, который мы всю нашу сознательную жизнь в Россию вводим, используем, этот принцип, он позволяет спортсменам расти от юношей до взрослого спорта, и в наших соревнованиях участвуют больше спортсменам, чем в свое время участвуют даже в чемпионате СССР, скажем, на уровень 700-800 спортсменов, скажем, на чемпионате Россию не уроволь, тысячу человек на взрослом чемпионате Российской Федерации, это не удивительные сейчас для нас цифры. Это большая цифра, которая, честно говоря, присутствует в отчетах таких чемпионатов, как чемпионат США, скажем, чемпионат Франции, Германии. Мы находимся на очень высоком уровне по массовой легкой атлетике, но из массовой легкой атлетики вырастает большая легкая атлетика, и у нас в государстве, чем я горжусь и чем я рад, что все это находится, все это финансируется по линии Министерства спорта. Эта система, которую внедрил Министерство спорта с совместной работой общественных организаций, государства, поддержка спорта на местах, приводит к тому, что у нас спорт находится в стадии развития, не говорит, что мы достигли пика, у нас все еще впереди. Есть проблемы, но мы движемся в правильном пути. Валентин Васильевич, знаете, что вспомнила сразу, коль мы заговорили про спортсменов, было много жалоб, что очень сложно с визами, очень большая работа, да, сейчас, я так понимаю, у вас все упрощается, многие спортсмены получают, в общем, такую, ну, условно назовем, спортивную визу в упрощенном режиме. Да, мы, в общем-то, имели право, но вопрос шел о стоимости визы, потому что она достаточно высока в отдельных странах, но это не потому, что мы затираем, потому что такое соотношение, там, параллельно, виза повышается в США, значит, повышается виза и у нас, в Российской Федерации, для граждан США, и я втребовал освободить от оплаты эти визы, и не только в том принципе, уровень развития соревнований международных проводимых в России таков, что это лимитирующий фактор, наценки качества соревнований, и Владимир Ильич Путин принял решение, и на прошедшем неделе, три тому назад, в президентском совете в Казани, он объявил о том, что он принимает решение, он поручит правительству с 14-го будет вести безвизовый режим на основе аккредитации, а для нас было принято отдельное распоряжение правительства Российской Федерации по Москве, которое было подписано буквально 20 дней назад премьером страны, и мы получили такое разрешение. Вам полегчало? Нам полегчало, да, МИД будет с нами сотрудничать, все, причем, наверное, я думаю, что это распространится на гостей, там написано, спортсмены и гости, и особенно распространится на прессу, которые такие люди, которые учат. Если 5 тысяч человек. Да, 5 тысяч человек. Вот, но есть проблемы, конечно, которые возникли, что стоимость, если это весь будет нулевая, но если в случае принятия аккредитации, на другой стороне, стоимость аккредитации будет очень высока. Ну, наверное, можно отдать деньги за то, чтобы не ходить в посольство и не ждать оформления. Нет, платим мы, платим государство, конечно. Ну, с другой стороны, это возможность все-таки спортсменам приехать. Это огромный шаг вперед, и мы очень благодарны против Российской Федерации. Вы говорите о том, что с удовольствием едут наши спортсмены, не оборачиваясь на коммерческие старты. Насколько легко и радостно соглашаются те звезды, которые, в общем, представляют иностранные государства? Вы знаете, практически ни от кого не поступило отказа. Это связано, во-первых, с тем, что это проходит в России. Москва замечательный город, и все хотят приехать, посмотреть. Многие, кстати, Пробка потолкаться хотят. Многие приедут в первый раз. Многие приедут в первый раз в Москву. Они рады приехать сюда, посмотреть, познакомиться с Москвой, но, конечно, успешно выступить, и многие хотят добиться успеха здесь. И я вот... Вы спросили, кто будет участвовать. Практически ни один человек не отказался. Ни по каким мотивам. Я думаю, что многие встанут из мертвых даже и приедут сюда в Москву, чтобы принять участие. По поводу пробок сразу же скажу, что у нас есть способ борьбы с пробками. Выделенные полосы. Выделенные полосы, да. И помощь ГИБДД в обеспечение проезд. Потому что у нас четыре отеля для спортсменов, которые находятся в центре, 15-10 минут езды, один отель «Космос» немножко подальше. Там будет размещаться примерно полтора тысячи спортсменов. Вот эта проблема добраться оттуда будем решать с помощью правительства Москвы. Хорошо, что спортсмены будут ехать легко. Жаль, что Москва вся остальная будет стоять в пробках. Но дай бог, такого не будет. Наверное, для этого тоже что-то сделают и в ГАИ, и в ГИБДД. Надеюсь, на август месяц. Да, да. Все будут отдыхать. Нет, подождите. Пусть все остаются. Пусть приходят на стадионе смотреть. Мы же этого добиваемся. Напомню, мы обсуждаем предстоящий в Москве чемпионат мира по легкой атлетике. У нас в гостях президент Всероссийской Федерации Валентин Балахничев. Мы вернемся в студию к обсуждению спортивной темы буквально через 2 минуты. 11.47 в Москве. У нас 13 минут для того, чтобы поговорить о спорте и в частности о легкой атлетике. Королева, конечно, требует, как мне кажется, к себе большего внимания. У нас в гостях Валентин Балахничев, президент Всероссийской Федерации легкой атлетики. Говорим о предстоящем чемпионате мира. Я думаю, что для многих болельщиков и зрителей, я думаю, что вы, Валентин Васильевич, со мной согласитесь, присутствие Елены Сенбаевой и возвращение ее в сектор, это тоже станет тем самым стимулом, который заставит подняться с дивана и прийти в сектор. Ну и на стадион в частности, да. Что скажете относительно перспектив Елены? Что вообще сейчас она делает? В каком состоянии находится? В общем, новостей от нее не так много. Да, мы связываемся с ней по телефону. Она бывает в Москве заходит ко мне. Мы общаемся с ней. тоже Евгением Трофимовым. Она готовится к чемпионату мира. Это несомненно совершенно. И для нее это самый важный старт. Первый старт она примет в Китае в мае месяце. А я думаю, что она будет выступать обязательно. Это точно совершенно. И я думаю, что она будет хорошо прыгать, потому что для нее это на цель ее жизни. Еще могу сказать, что здесь очень много зависит, конечно, от обстановки. В Москве именно, в Лужниках обстановка будет намного лучше. Для нее поддержка зрителей будет важна. Дома стен помогут. Это принцип. Не только это. Понимаете, для нее этот старт будет последний старт в ее карьере. Она не будет оставаться до Рио? Нет, она не будет оставаться до Рио. Это твердое совершенно решение, связанное с тем, что она стала прыгать намного ниже, а с тем, что человек имеет предел с прочности. И я думаю, что она подходит к этому пределу собственной прочности. И она сама тоже, мы с ней общались по этому поводу. Все-таки надо думать о будущем и строить свою жизнь исходя из каких-то долгосрочных программ. А ясно, что спорт закончится, если не сегодня, то завтра. Надо думать, что делать дальше. И она начала уже об этом думать. Она проводит достаточно большую работу у себя в регионе, в Волгограде. Начинает организовывать проведение собственных соревнований призовых. Мы говорили с ней о той роли, которую она может собрать с точки зрения проведения программ благотворительных в Российской Федерации. Она уже занимается этими программами. То есть, так или иначе, она все равно в спорте останется. Она останется не в спорте, она никуда из спорта не может уйти в силу своих заслуг, понимаете. Но она останется в жизни России и будет работать на Россию. Я в этом абсолютно убежден. Я думаю, что есть две реакции на то, что произошло, когда побили ее же мировой рекорд. Либо человек собирается и начинает целенаправленно готовиться к тому, чтобы забрать то, что ему принадлежит, либо он ломается. Мне слабо представляется, что Есенбаева, человек твердейшего характера и что позволяет, наверное, ей выигрывать одну медаль за другой и ставить рекорды, могла сломаться. Вот вы знаете, наверное, больше, как Лена прореагировала на Сур. Лена, вы знаете, она такой реальный человек, она не столь сумасшедшая, как мы предполагаем. Многие из нас предполагают. Ее не может сломать рекорд побитый. Ее рекорд побитый Сур, это ничего для нее совершенно не значит. Важна победа в Москве, а не рекорд побитый. Ее рекорд побитый, это и замечательная спортсменка американская. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что одно дело прыгать в коммерческих соревнованиях фактически, или без соперничества вообще, а другое дело прыгать на крупных соревнованиях. Это разные совершенно вещи. Я думаю, что это не могло повлиять отрицательно никак совершенно. Рано или поздно рекорды бьются, и с этим все смиряются. Некоторые рекорды, как и Сергея Бубки, стоят десятилетиями, и никто не может даже приблизиться к ним. А некоторые рекорды бьются раньше, но сейчас все женское шество достаточно неразвитые с точки зрения мужского уже ставит. Поэтому рекорды будут обновляться, несомненно. Но с другой стороны, ее рекорд на летних чемпионатах и вообще на открытых территориях он-то собственно сохраняется. Она же только в закрытых. Пяти метров никто не приближался пока. Но я думаю, что не за горами время, когда эти рекорды тоже падут. А есть кто-то за Исенбаевой, кто так же целенаправленно готов бить рекорд за рекордом? Шестин нет. Нет, Николай? Нет, ни мужском, ни женском. Грустно. Ну, мужское этошество у нас, к сожалению, в общем, не так радовало нас, как женский, когда была Лена. Да, да. Но я думаю, что нет ничего здесь печального, что рекорды не бьются. Надо их бить, конечно, но спорт легкая атлетика сориентирована на рекорды, конечно. Но есть ничего печального нет, поэтому давайте мы все-таки будем любоваться легкой атлетикой, они всегда ждут рекорды. Валентин Васильевич, я думаю, что многие любят говорить, а какая задача стоит перед нашими спортсменами на чемпионате мира? Для вас это способ проверить молодежь, что называется, и обстрелять, потому что все равно так или иначе все работаем с прицелом на Олимпиаду, либо это действительно старт, который позволит поднять престиж легкой атлетики и привести действительно лучших спортсменов и в Москве получить какой-то опыт и в случае там проведения потом уже Сочи, в смысле не Сочи, а Олимпиады, да, как это вот сейчас зимой в Сочи. Что, какие для вас задачи? Вы знаете, вот тут фраза обстрелять молодежь, это тогда, когда команда вообще плохо выступает и делать ничего другого не остается, как привести молодежь вместо ветеранов. Неправда, я с вами не согласна. Мы всегда говорим, у нас нет никого, мы их не выставляем, мы все время надеемся на старых. Кто, кто, кто говорит? В любом виде спорта, говорит, вот у нас там... Мы не говорим, у нас есть молодые, есть разные люди. Дело в том, что эта система легкая атлетика такова, что молодежь должна выступать на соревнованиях с возрастной группой. Если кто-то появляется там, экстраординарный спортсмен, который готов соревноваться, он соревнуется там. Потому что спортивный принцип, который у нас введен в Российской Федерации легкой атлетики, он не позволяет так просто взять человека снизу и поставить его в состав, в основной состав. Это система отбора. Спортсмен должен выступать на чемпионате Российской Федерации и занять первое, второе место. Но есть третье место, которое мы можем отдать лидеру сезона, который хорошо и успешно выступает. Чтобы он как раз набрался того самого опыта? Лидеру сезона нет, который уже имеет со своими получаемыми результатами. А первые два, они автоматически попадают. Поэтому я очень тщательно выверяю систему отбора. Она у нас работает много лет. Мы проверяем ее. Она отработана. Многие страны мира стали принять нашу систему 2 плюс 1. Почему? Потому что если спортсмен-тренер знает, когда они будут убираться, где и как, тогда спорт станет чище от этого. Понимаете, у нас в последние годы практически не было скандалов. У нас были проблемы. Например, Андрей Сельнов, которому мы говорили, попал в сборную команду, будучи четвертым на отборочных соревнованиях. А ведь как попал? Это был большой риск. И я пытался решить этот вопрос с помощью моих коллег в Олимпийском комитете. Мы решили, но мы рисковали. Представьте, он выступил там неуспешно. Что было бы тогда? Это риск был оправдан. Но это единичный случай. Это 1-2 спортсмена на команду из 100 человек. Скорее всего, даже 1, а не 2. Но, тем не менее, никаких медальных планов перед командой вы не ставите. То есть, сколько будет, столько будет. Или есть какие-то... Почему? Я считаю, что когда не ставятся медальные планы, мы тем самым пытаемся кого-то обмануть. Нельзя не ставить планов, когда команда готовится к главному старту сезона еще 4-х летию. Значит, если у вас нет плана сегодня, значит, его не было вчера, не было позавчера, 4 года тому назад. Значит, непонятно, чем вы занимались. Да. Зачем тогда? К чему вы стремитесь? Любое отсутствие плана позволяет сделать успехом любое выступление. Это нечестно. Логично. Мы ничего не хотели. Нам давить деньги государство. Мы должны отработать деньги. Мы должны подготовить команду. Мы должны создать систему подготовки, провести соревнования. Это огромная работа. Он говорит, простите, мы ничего не планируем. Мы выступили успешнее, чем в прошлый раз. А в прошлый раз было отсутствие просто полной медали. Я считаю, это нечестно, необходимо договориться здесь. Хорошо. У нас задача 6-8 медалей золотых. 6-8. И около 20 в сумме. Не знаю, как мы будем реализовать, но мы к этой цели стремимся. Причем, но учесть, что это первый год четырехлетнего цикла подготовки к Рио-де-Жанейро. И у нас эта задача осложняет еще тем, что наша команда выступает в двух стартах. У нас лидеры будут выступать на универсиаде и потом будет выступать на чемпионате мира в Москве. Но там зазор-то получается совсем небольшой. Месяц, да. Большая проблема. Это большая сложность. Два пика получается вместо одного, как мы сюда планировали. 6-8. Кого вы видите в числе золотых призеров? Ну, давайте он не называть. Не будем называть. Потому что у меня примерно в запасе 12 видов легкой атлетики, где мы надеемся, у нас будут завоеваны золотые медали. Шансы есть. А из этих шансов вырастает 50% надежности, вырастают те медали, которые мы можем получить и будем биться в этих видах. Смотрите, у нас есть абсолютно стопроцентные наши виды, да. Те, в которых мы можем бороться за награды, можем занять весь пьедестал. Да, как было приятно, когда в прыжках мы занимали весь пьедестал, там на Олимпиаде. Есть эстафеты. Есть те, где мы пока не добегаем, не допрыгиваем, не дотягиваем высоту. Вот с этими видами что мы будем делать? Ну, в частности, стипель час, который я очень люблю, мужской. Вы знаете, что вообще мужские виды очень сложно развиваются. Я искал причину этой неудачи, но, конечно, причина крутится тоже соперники намного сильнее в генетическом плане. Те же спортсмены Африканские, Эфиопия, Кения. Второй момент, что у нас вообще очень большая конкуренция за мальчиков, которые приходят заниматься спортом. Очень большая группа спортсменов в силу программы, которая есть в футбол, уходит в футбол. Я чувствую дефицит огромный ребят, которые легче играть, конечно, с мячом футбол, лучше заниматься легкой атлетикой. А третий момент, что у нас просто был провал. Сейчас возникает провал ребят, которые родились в 90-х годах, в то тяжёлое время, когда просто было недостаточное питание и очень много было проблем. У девчонок таких проблем не было. Нет, 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 тоже есть проблемы. Ну и самое главное, что исторически это Великая Отечественная война, как не протоксально, 8 миллионов 600 погибших на Великой Отечественной войне бойцов. До сих пор сказывается? Да, эти вот западения не сказываются. Дело в том, что был вырезан огромный слой таких сильных, физически смелых людей, погибших на войне. Это не может не сказаться на генотепе нации вообще. Поэтому эти элементы работают. Но с другой стороны, мне кажется, что мы должны понять, что мы должны думать о привлечении иностранных спортсменов, особенно африканского континента. Не удивляйтесь. В этом есть смысл. Вы хотите натурализовать? Нет, нет. Дело в том, что мы называем натурализацию, включение в команду. Я же не предлагаю спортсменам включить в команду в преддверии Олимпийских игр, выцегание, разрешение на их участие от Национальной Федерации Кении или Эфиопии. Мы должны создать условия, чтобы эти люди стремились приехать в Россию, учиться в наших институтах, жить здесь. И такие люди, и такие ребята есть, молодые ребята. Мы не хотим брать Олимпийских чемпионов и натурализовать их здесь. Мы хотим создать условия в спорте, для того, чтобы ребята сами захотели приехать и работать здесь. Некогда тренер, сближавший к нам. И условия такие в России есть. Потому что спорт в России, в Российской Федерации находится в особом положении и знает, какие огромные ресурсы государство тратит на развитие спорта. Есть просьбы, но мне нужны не гладиаторы и, как называется, в футболе, да, пришлые люди. Мне нужны люди, которые хотят приехать в Россию, жить здесь, учиться здесь, пропитаться русским духом. Ну, а корнями только это одно из условий, которые я смогу принять, условия привлечения иммигрантов, спортивных иммигрантов. Ну, смотришь же, на чемпионате мира выступает такого совершенно шоколадного цвета представитель Швеции, например, Норвегии. Такая же практика есть. Вы абсолютно правы. Если мы этого не сделаем, мы потеряем огромный ресурс, который сейчас мы можем использовать, который в будущем будет сказываться негативом, потому что мы должны побеждать. Это обычный стандартный элемент решения своих программ в странах Европы. Почему мы отказываемся от этого инструмента, потому что мы такие белые, или потому что мы такие расисты. Потому что у нас много таких своих хороших. Потому что мы не думаем о ДЭМ. Никто не будет занимать место в Степальчезе. Вы сказали, никакого места там нет. Ни на пятерке, ни на десятке. Но до сих пор, по-моему, Потаповича рекорд стоит 8-15. Уже давно из него выбежали все. Я хочу сказать, давайте думать о том, что Россия привлекательна для иммигрантов. Давайте привлекать талантливых спортсменов Российской Федерации, создать им условия. И давайте к ним относиться если не с любовью, нужны. Валентин Васильевич, один вопрос. 40 секунд у нас времени остается. Барзаковского увидим? Да, конечно, он будет выступать. Он собирается выступать до 16-го Габарея. Шансы есть? Я поддерживаю его идею. Узнаем, как он готов по началу сезона. Буду осторожен в прогнозе. Вы же говорите про Кеницева. Говорят, что он генетически похож по длине бедра. Да, но его фамилия Барзаковский. Барзаковский, да. Безусловно. Это вот в ряду Сосинбаева где-то стоит. Так и надо убирать. Спасибо большое. Приглашаю всех и желаю всем успешного чемпионата мира в Москве и себе тоже. Спасибо. Это президент Российской Федерации Легкой Атлетики Валентин Бабахничев. Болеем за наших и надеемся увидимся на стадионе. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok